Музыка Ну что ж, я благодарю всех, кто пришел на эту встречу. Я предпочитаю встречаться в формате «Вопросы и ответы». Предлагаю вам сразу задавать вопросы, я буду отвечать. Нет, ничего. Как вам сургон? Мне сургут очень понравился. Я немножко не на такой город рассчитывал. Думал, что это будет такой город нефтяной, с понтами. А увидел такой очень прагматичный город, очень удобный для жилья, для житья. Свободный, просторный, сильный. В общем, очень приятное впечатление о городе. Тем более, что я сюда ехал на машине. И долго-долго-долго-долго мы ехали по каким-то там чахлым лесам, через болотины, через какие-то разливы. В общем, совершенная такая северная пустыня. И вдруг в шарах город, залитый огнями, с этим вантовым мостом. То есть грандиозное впечатление. Как случилось, что вы стали писателем? Вы с детства были к этому предрасположены? К сочинительству? Значит, мне надо начать с биографии, да? Ну что ж, да, действительно, я с детства хотел быть писателем. Вот просто с самого раннего детства, как только я научился читать, мне сразу захотелось читать те истории, которые я сам напишу. Вот уже в 6 лет я уже начинал писать романы, то есть я не мелочился. Ну и с тех пор я все время писал, 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 писал. Писал, пока учился в школе. Потом, когда уже школьные годы подходили к концу, я решил стать профессиональным писателем. Подумал, что надо куда-то поступить, учиться на писателя. Ну, в литинститут поступить было нельзя. И я подумал, что, наверное, лучше всего поступить на факультет журналистики. Я тогда жил в городе Перми, а в Перми факультета журналистики не было. Был только в Екатеринбурге. Я даже раздобыл такую книжку прочитать про журналистику. Я до сих пор помню автора Валентина Ученого. Книжка называлась «Беседа журналистики». И в этой книжке черным по белому было написано, что «Дорогой друг, если ты хочешь стать писателем, не ходи на факультет журналистики». Я подумал, что я умнее. Я поступил на факультет журналистики Уральского университета. Через год я понял, что в книжке была написана «Сущая правда». И в конце второго семестра меня и журналистики поперли. За то, что я не пошел сдавать сессию. И я оказался полностью непрекаянным. Я работал и сторожем, и дворником. В общем, на всяких ерундовых работах параллельно писал. Начал публиковаться в журнале «Уральский следопыт». Это был в 89-90-е годы. Но, к сожалению, редактор, который меня публиковал, Виталий Иванович Бугров, он скоро помер. И для меня все дороги к писательству закрылись. Но я продолжал писать. Работал я в школе. Работал гидом-проводником в турфирме. Работал в Доме пионеров руководителем кружка. Подрабатывал, опять же, все тем же сторожем. И писал романы. И так я существовал 13 лет. То есть 13 лет я писал в стол. И в 2003 году мне наконец-то повезло. На меня обратил внимание знаменитый писатель Леонид Юзефович. Но я думаю, что вы все его знаете. И вот Леонид Юзефович порекомендовал мои произведения в издательство. Их тотчас же издали. Ну и с тех пор, с 2003 года, я практически в одночасье стал профессиональным писателем. То есть я живу только писательским трудом. Я больше нигде не работаю. Я зарабатываю, зарабатываю неплохо. Но самое главное, что тогда, когда мне подвернулся этот шанс, я был к этому шансу готов. То есть к тому времени я уже написал, не знаю, насколько вы ориентируетесь в моем творчестве. Я к тому времени уже написал роман «Общага на крови», роман «Географ глобус пропил» и роман «Сердце пармы». И три этих романа выстрелили сразу. Критики, разумеется, точно же сказали, что Иванов пишет как пулемет и выдает по роману в месяц. Но на самом деле я их писал все эти 13 лет. И вот такой вот романы эти создали такой кумулятивный эффект и позволили мне уже сразу стать профессиональным писателем. То есть когда мне выпала удача, я к этой удаче был готов. Ну и с тех пор вот я писатель. Алексей, а вы как-то верили на протяжении всех этих 13 лет, что эта самая счастливая, когда она появится и вот так получится? Или вы готовы были на самом деле всю жизнь работать на таких работах? Но при этом как-то вот продолжать писать и заниматься писательством? Нет, я тогда уже не верил, что у меня что-либо в жизни получится. Не верил, что у меня хоть когда-нибудь хоть что-нибудь опубликуют. Но я решил не предавать самого себя, свою любовь к этому делу. Решил жить по принципу римских легионеров. Делай, что должен и будь, что будет. Ну и писал без всякой надежды. Я потом уже даже как-то и три пыхаться-то перестал. Вот я понимал, что опубликоваться у меня в принципе никаких шансов нет. Но мало того, что там лихие 90-е. Вот тогда, когда я должен был входить в литературу, то есть в начале 90-х, вообще это была не только моя беда, это была беда всех молодых писателей, которые должны были войти в литературу в то время. Но тогда все журналы, которые должны были публиковать новых авторов и новые произведения, они публиковали то, что называется литература из-под глыб. И вот все эти огромные романы, там Дудинцева, Солженицына, Шаламова, Пастернака и так далее, вот они занимали все журнальные площади, а молодым просто не было места. И поэтому поколения 90-х в российской литературе не существует. Есть несколько имен, которые появились там либо в 90-е, либо уже в нулевые, но нету поколения. И я вот принадлежу к этому самому отсутствующему поколению. Вот это тоже была проблема. Ну и проблема была в том, что, ну вот представьте, что значит, я тогда жил в городе Перми, на окраине промышленного города Пермь, который, в общем, никому не известен в стране. Живет какой-то молодой человек, который не имеет никаких связей, никаких литературных контактов, там, никакого блата. Вот этот человек имеет фамилию Иванов, то есть вообще никакой фамилии не имеет. И кроме того, он еще и пишет, то про какую-то свою Пермь, то про какие-то там древние княжества 15 века на Урале, никому неизвестные, забытые. Какие шансы есть у такого автора? Никаких, полный ноль. Ну вот я этот ноль на своей судьбе и ощутил в полной мере. Ну, слава Богу, мне повезло. Если бы не та встреча с Леонидом Юзуковичем, может быть, я и сейчас бы сидел все там же и занимался все тем же. В стол. А вот когда читаешь произведение, посвященное биографиям писателей, там, я заметила, никогда не раскрывается секрет технологии творческой. Ну, в общем, писатель вот заходит в кабинет, а потом выходит, ему там кто-то нашептал, как бы, и все, и родилось. А вы можете предположить, почему об этом не распространяется, и рассказать, ну, про вашу вот технологию творчества, Вы как работаете над книгами, которые в художественной литературе, и как с документалистикой работаете? Я не думаю, что тут какой-то секрет технологии творчества. Просто все это очень сложно в словах описать. Это, знаете, как у сороконожки спрашивают, как она ходит, и своими ногами не заплетается. Вот ходить она может, объяснить нет. Я могу кое-какие там секреты рассказать или там описать, как мой день происходит, проходит, но это не объяснит технологии творчества. Вообще, там романы, большие романы, они же там не создаются, не рождаются, там как в фильме «Бриллиантовая рука» шел, споткнулся, упал, очнулся гипс, то есть очнулся роман. Такого не бывает. Роман как-то медленно зреет, сразу несколько замыслов появляются, и в один прекрасный момент ты осознаешь, что уже ты думаешь вот только об этом. То есть внутри тебя роман уже начал оформляться. И дальше ты его начинаешь писать. А как писать, каждый писатель сам для себя определяет. Например, Жюль Верн, он писал, располагал на листе две колонки. В одной колонке он писал черновик, потом во второй колонке он все это дело переписывал на чистовик. Какой-то писатель, не помню, какой предпочитал, писал, например, карандашом. И потом поверх карандашного текста писал уже чернилами, а карандашный стирал ластиком. Кто-то, например, писатель Роберт Сильверберг, у него было правило «рассказ до обеда, рассказ после обеда». Кто-то дает себе определенное количество часов работы в день. Я, например, пишу по эпизодам, то есть я для себя ставлю задачу. Я должен написать за этот день вот такой эпизод. Если я его написал за два часа, прекрасно. Если я его написал за десять часов, ну, значит, сижу и пишу десять часов, ничего не поделать. И в плане языка у каждого писателя свои секреты. Например, Флабер, когда писал, он считал, что на странице одно слово не должно повторяться дважды. Тогда это будет хороший литературный язык. А Довлатов, например, считал, что в тексте предложения все слова должны начинаться с разных букв. Не должно быть двух слов, начинающихся с одной и той же буквы. И он даже цитаты из Пушкина и то переделывал для того, чтобы не было таких повторений. Но это все-таки кунштюки. Кому-то не помогают, кому-то не помогают. Но это не секрет творчества. Если бы секрет творчества можно было объяснить, как-то распространить, то тогда бы все были писателями. — Вы знаете, мне очень нравятся фильмы, которые сняли с Парфюмова. Мне очень нравятся отношения к Муралу, которые там выражены. И меня вот интересует вопрос, когда Вы работали над этим фильмом, то, по сути дела, Вы были сталкерами по достопримечательности Мурала. И открыли ли Вы для себя что-нибудь удивительное, что Вам было еще неизвестно, и что Вам сейчас очень интересно еще раз там описать, изучить? Что-нибудь такое заманчивое, такое вкусное? — Когда мы делали этот фильм, в самом процессе работы ничего нового мы не открывали. Потому что если ты начинаешь делать открытие в процессе съемок, это значит, ты не подготовился к съемкам. Но потом я еще больше нового узнал. И когда более конкретно и обстоятельно сформулировал идеи, которые лежат, на мой взгляд, в основе культуры и менталитета Урала, и все это дело я оформил в большую фотокнигу «Горнозаводская цивилизация». Вот после этой книги я, наверное, уже к теме Урала возвращаться не буду. Вот то, что я понял об Урале, вот я написал там. Это труд более обстоятельный и более подробный, нежели «Хребет России». Но вообще фильм, ну, фильм, к сожалению, он далеко не все показывает, что есть на Урале. Да, в принципе, конечно, это и невозможно показать в фильме. Но когда мы делали этот фильм, я разговаривал с Константином Эрнстом. И Константин Эрнст вот еще перед началом работы сказал, что никакой федеральный канал не возьмет фильм о провинции больше четырех серий. Вот хоть тресни. Про каких-нибудь там любовниц Берии, пожалуйста, можно снять 20 серий. Про каких-нибудь там кремлевских жен или там что угодно, там, на московские темы. Это темы безразмерные. Сколько хочешь, только пиши, снимай. Про провинцию нет, что называется, фиг вам. Это, конечно, очень оскорбительно для провинции и вообще в целом для России. Но вот так есть. И когда я начал писать сценарий «Хребта России», мне приходилось очень-очень-очень многое убирать. И поэтому в фильме не показаны многие просто суперважные вещи. Ну, например, вот в этом фильме нету города Челябинска. Что за Урал без Челябинска? Нет, например, темы Семена Верхотурского. Нету, скажем, писателя Мамина Сибиряка. И так далее, и так далее, и так далее. Очень долго можно перечислять, чего в этом фильме нет. Увы, просто не влезло в четыре серии. Вот, чтобы рассказать об этом более подробно, я написал книгу «Хребет России», в том числе и с иллюстрациями, там, со съемок и так далее. И уже издал все это отдельной книгой, как бы в дополнение к фильму. Слушайте, а во время написания книг вы сталкивались с творческим кризисом каким-то? И как вы его преодолели, если что-то такое было? Ну, вообще, пока я вот эти 13 лет в стол писал, да, бывали творческие кризисы, бывало, что там брал сам у себя паузу, там, на два месяца, на три. Но тогда, когда стал профессиональным писателем, иметь творческие кризисы – это уже непрофессионально. То есть писательство – это все-таки на 10% талант, а на 90% работа. Придумываешь и работаешь, 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 а муза, она прилетает к работающему человеку. Спасибо за этот вопрос. Вот пока ваше творчество не стало приносить вам хлеб, на что вы живете? А вот я и работал где ни попадя, в том числе и в школе, вот и в Доме пионеров, кружок вел, и самая такая романтичная у меня была работа гидом-проводником в турфирме. Я водил группы туристов в походы по Уральским рекам, там, на Байдарках, на Катамаранах. А зимой возил на автобусе, в экскурсии по всяким интересным местам. Ну вот если бы так получилось, что вы, на самом деле, после школы захочете бы, ну, не знаю, там, филфак, да, или что-то такое, ну, стали бы таким нафинированным вотым человеком, как вы думаете, получился бы потом из вас писатель Алексей Иванов? Ну, потому что, ну, не было бы той биографии, не было бы тех самых, там, 13 лет, которые, наверное, тоже отпечатали какой-то, ну, ваш писательский путь отпечатать, скажем так. Я вообще считаю, что писательство, вот, как призвание, это все равно, это функция от характера. То есть писательство – это всегда, в первую очередь, характер. Разумеется, то, кем я стал, обусловлено, ну, той жизнью, которую я прожил. И если бы у меня не было этих обстоятельств, я был бы другим человеком и другим писателем. Но я думаю, что писателем-то я все равно бы был, но писал другие вещи. Например, в молодости я очень любил фантастику, там, увлекался, и первые произведения – это были фантастические повести. Они, кстати, все потом изданы и даже переизданы и перепереизданы. Но когда я их писал в юношеские годы, их мало кто печатал. Возможно, если бы все продолжалось для меня более комфортно, я бы стал, например, писателем-фантастом. Но, слава богу, этого не случилось. Фантастика для меня была все-таки возрастным явлением, но она могла стать судьбой. Но, слава богу, не стала. Потому что я считаю, что фантастика – это все-таки гетто. А? Может, мы много потеряли? А кого-то не стали фантастом? А мне сейчас никто не мешает быть фантастом. Это уже не быть фантастом, это уже мой нынешний выбор, тогда, когда я могу выбирать и могу себе позволить все, что угодно. Вопрос такой, если вы подскажите, скажите, пожалуйста, современный герой в России для вас это кто? Часто спрашивают про современного героя, но ведь не бывает такого, что писатель взял и придумал какую-нибудь яркую личность, и она оказалась современным героем. Современный герой – это сложный художественный образ, типаж, который не рождается с бухты-барахты или от воображения автора. Дело в том, что общество осмысляет конфликты, которые в нем самые главные, которые раздирают его изнутри. Когда общество осмыслило эти конфликты, на основе этих конфликтов автор создает какой-то образ, какой-то сюжет, так, чтобы в главном герое эти конфликты находили свое воплощение, ну, в судьбе главного героя. Вот такой герой и становится героем нашего времени. То есть, когда наше общество осознает, что с ним происходит, какой в нем конфликт по-настоящему, когда писатель напишет произведение, где герой бы страдал от этого конфликта, вот такой герой станет героем нашего времени. Неважно, какой он будет по характеру. Главное, чтобы в этом образе воплощался конфликт эпохи. Сейчас, к сожалению, общество не осознает, какие конфликты перед ним стоят, поэтому и герой, даже если он будет написан каким-нибудь писателем-гением, который осознает эти конфликты, он не будет опознан обществом. Общество его не признает за героя нашего времени. Может быть, лет через 20-30, когда наша современность станет уже далеким прошлым, общество и поймет, что вот этот герой был героем нашего времени. Но сейчас такое вряд ли возможно. Алексей, скажите, вот, ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, мне кажется, что раньше, ну, в России, может быть, даже не только у русских, вообще у русскоязычных писателей за границей, у них имелись женщины, ну, жены там или другие женщины, которые выступали в качестве музык, помощницы, ну, и, в общем, вообще влияли на их творчество, вспомнить того, что условно, покро. А вот у сегодняшнего поколения писателей такая необходимость, видимо, отпала, с чем это связано? Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, может быть, тут виной всему сексуальная революция, вот, так что не знаю, не знаю. Ну, у Минаева жена агент, литература таких, ну, так что все нормально. Это был вопрос, у вас есть муж? Вот, знаете, на личный вопрос я не хочу отвечать. Я перед вами присутствую как писатель Иванов, а не как, там, приятель Леша Иванов, который рассказывает о своей личной жизни. А можно спросить тогда про ваших коллег? Вот у вас есть необходимость чувствовать какую-то общность с ними, общность интересов, там, взглядов, преждений? Вам вообще нужно это ощущение цеха? Вообще, в принципе, спасибо за вопрос, такой вопрос очень редко задают. Вот, да, действительно, ощущение цеха, ощущение какого-то сопричастности с каким-то сообществом, оно очень нужно. Но, увы, 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 сейчас у нас все строится по принципу тусовки. А тусовка, она все равно определяется географией. То есть, если ты хочешь какого-то общения с коллегами по цеху сопричастности, ты должен жить в Москве и должен быть участником этой тусовки. Но за это ты должен платить, ты должен быть лояльным этой тусовке и должен платить своими убеждениями. Вот, я, во-первых, не хочу платить убеждениями, во-вторых, не хочу идти на поводу умнений тусовки, а, в-третьих, я, в конце концов, не живу в Москве и чисто механически в эту тусовку не вхожу. Мне порой не хватает всего этого, но, слава богу, я уже привык быть волком-одиночкой и обхожусь без этой тусовки. Ну, а вы чувствуете, что как-то талант, мастерство, оно оттачивается или оно, вот, как вы писали там, какое-то время назад, так вы пишете и сейчас? Я вот без ложной скромности скажу, что я всегда пишу по-разному, вот, и использую разные жанры. Для меня, например, жанр, в котором я работаю, всегда производная от темы, на которую я хочу говорить. Если я, например, хочу говорить о становлении и формировании русского народа, я пишу такой роман-эпос, роман-легенду «Сердце Пармы». Если я хочу говорить о том, как человек доказывает свою правоту в неких исторических декорациях, я пишу роман-экшн «Золото-бунто». Если я хочу говорить о мироощущении современного человека или о герое нашего времени, я пишу роман «Современная городская проза», это там «Географ Лобус Пропил» или «Блуды и Мудо». Если я хочу поговорить о судьбах культуры, я, например, пишу роман ужасов «Псоглавцы». Вот если я о каких-то конкретных вещах хочу говорить, я пишу произведения «Нонфикшн». И поскольку всякий раз жанр новый, средства художественной выразительности тоже всякий раз новые. То есть и талант оттачивается, получается. Для вас важна обратная связь? Да, важна. А как вы ее получаете? Вот в том числе и вот на таких встречах. Ты же пишешь для людей, конечно, всегда нужна обратная связь, надо знать, как тебя воспринимают. Причем вот, как ни странно, интернет этой обратной связи не дает всякие там соцсети, отзывы там в ЖЖ или там на сайтах книжных магазинов. Потому что в сети люди чаще всего самовыражаются. А нормальное общение, оно вот на таких встречах. Поэтому мне такие встречи всегда по душе. И они мне очень много дают и подзаряжают на жизнь. А первый читатель кто? Чаще всего мой первый читатель, это мой продюсер Юлия Зайца. Вот она тут присутствует. Юль, покажись. А, вот. Сейчас современному писателю уже просто не прожить в качестве самодостаточной такой единицы. Потому что огромное количество работы и всякой юридической, и всякой организационной. А для такого писателя-многостаночника, как я, это еще и такая работа по организации экспедиции, фотографов, по съемкам и так далее. И писателю в одиночку с этим не справиться. Мне, во всяком случае, не справиться. Поэтому у меня есть продюсерский центр, который реализует мои проекты. Вот Юля возглавляет продюсерский центр. Она была, например, главным продюсером фильма «Хребет России», который мы снимали с Леонидом Парфеновым. Но она же является первым читателем моих произведений. — А если у Юли есть замечания, допустим, или споры какие-то, вы идете на уступки? Или вы оставляете все, как написано? — Ну, если говорить честно, оставляю все, как написано. В данном случае есть два мнения. Одно мое, другое неправильное. — Так вы получили систематическое образование? Или это первый курс журналистов? — А, ну, я забыл об этом сказать. Да, я, конечно, получил образование, в конце концов. Я снова поступил в университет, но уже на факультет истории искусств. Потому что я решил, что мне нужна не сколько узкая специализация, сколько широкая эрудиция. И я проучился все годы и, в конце концов, получил диплом. И по диплому я культуролог и искусствовед. — Ну, такое ощущение, что вы очень много знаете в смежных областях. Была ли какая-то цель самообразования? Был ли какой-то список книг, которые я должен прочитать, чтобы иметь ту самую широкую эрудицию, о которой вы сказали? — Ну, списка книг не было. Я, кстати, когда поступал, подумал, а не прочитать ли мне просто энциклопедию? Я сразу стану самым умным и поступлю без всяких проблем. Я начал читать энциклопедию и увяз там буквально на 10-й статье. Но это такие детские наивные представления об эрудиции. Я, опять же, без ложной скромности скажу, что я постоянно учусь, постоянно читаю именно нон-фикшн, постоянно путешествую. Вот, например, у вас в Сургуте я в первый раз, мне интересно, что это за город, какие здесь люди, чем город живет, как он вообще устроен внутри. Я постоянно занимаюсь самообразованием. На мой взгляд, это супер важно. Едва человек перестает усваивать новую информацию, он кончается как личность. Он начинает заниматься самодублированием, самовыражением, самовоспеванием и так далее. Мне это пока не интересно, и я надеюсь, что мне это не грозит. А вы, как вы сказали, что вам импонирует близка тема фэнтези. В ваших романах какое процентное соотношение фактического материала и того, что вы придумали? Ну, знаете, фэнтези и фантастика – это разные вещи. Это разные жанры. Когда я был молодым писателем, я хотел стать фантастом. Как жанра фэнтези тогда, в конце 80-х, в начале 90-х вообще не существовало. Тогда только-только перевели Толкина, и это была первая ласточка фэнтези. А сейчас фэнтези стал супер-жанр, который там супер-успешен, огромное количество книг выходит. И, в принципе, фантастика как таковая сдохла. Осталась только либо фэнтези, либо мистика. А такая классическая сайнс-фикшн, что называется, то есть научная фантастика или приключенческая фантастика, она, в общем, сошла практически на нет. Вот. А сколько… Для меня фантастика осталась, скажем, всегда легитимной как прием, но не как жанр. Это разные вещи. Я люблю подпускать фантастики, люблю подпускать мистики. Если есть возможность описать каких-нибудь ходячих мертвецов, я этой возможности не пренебрегу. Я это дело люблю. Но фантастика как жанр или как прием – это одно, а точность исторических фактов – это совсем другое. Я предпочитаю точные исторические факты, хотя бывает, искажаю их, но если я это делаю, то это делаю совершенно намеренно и в художественных целях. То есть сам для себя историю-то я знаю хорошо. Вот для меня это очень важно, потому что для писателя высший, скажем так, шик – это когда ты свою выдумку вплетаешь в ткань реальных событий. Так, что она, кажется, как будто существовала в реальности. Вот это самый кайф писательский. А взять и выдумать что-то – это неинтересно. Выдумывать миры, выдумывать вселенные – это было увлекательно в молодости. Сейчас гораздо интересен реальный мир, пусть это даже исторический мир. А вы читаете что-нибудь из современной русской литературы, современных русских акторов? Очень редко и очень мало, потому что, поскольку я много занимаюсь нон-фикшн проектами, я все читаю в основном по теме. Последнее, например, что я читал – это «Митрополит Филофей Лещинский, креститель Сибири». Вот такое вот мое чтение. Но поскольку я сейчас занимаюсь проектом «Табол», я все читаю по этому проекту. Скажите, пожалуйста, в связи с этим, о том, что вы сейчас рассказывали, то есть, получается, у вас, наверное, много времени занимает изучение документальных источников. Откуда у вас эта устичивость, умение вчитываться в эти документы – это же не всем легко бывает? Я вообще человек устичивый, такой педант и системный. Ну, я бы не сказал, что это легко. Это нормальная работа. Да, она не всегда простая бывает, но это нормально, естественно, для писателя. Знаете, я все-таки не историк. Я не сижу в архивах и не поднимаю какие-то документы. Я писатель, в лучшем случае, я культуролог. Поэтому я пользуюсь трудами профессиональных историков. Бывает, что меня обвиняют в неправильной трактовке или в искажении. На самом деле, это претензии не ко мне, а к тем источникам, которым я пользовался, к концепциям, которые выдумали профессиональные историки. Не выдумали, а разработали. Просто они меня убедили в том, что они правы, и я пользуюсь их концепциями. Но это не моя выдумка. Вот вы открыли тайну того, почему вы в Сургуте. Потому что мы с Центральной библиотекой год назад с вами разговаривали и получили в ответ на приглашение следующее. Алексей не имеет времени ездить, чтобы специально проводить творческие встречи. Если у Алексея будет работа в Сургуте, мы обязательно приедем в вашу библиотеку и проведем там встречу. К сожалению, мы выбрали порт. Ну, потому что порт пригласил. Бо, он что-то будет с ним. Но я действительно не езжу на встречи специально ради встреч. Я встречаюсь с читателями только тогда и там, где я бываю по своим делам. Вот год назад я думал, что я буду заниматься проектом «Речфлот». То есть напишу большую фотокнигу об истории российского речного флота. И я ездил по Волжью, там смотрел всякие судостроительные заводы, затоны, памятники, связанные с историей речного флота. Ну и, соответственно, встречался с читателями там в Самаре, в Саратове, то есть в волжских городах. А поскольку сейчас я переключился на тему Сибири, на тему Тобола, вот я езжу по сибирским городам и уже встречаюсь в сибирских городах. Вот у меня была встреча в Тюмени, сейчас в Сургуте, потом, но тоже все равно в сибирских городах. Если меня приглашают куда-либо, я не поеду, у меня просто нет времени ехать в другие места. А как у вас впечатление о современной России? Потому что далеко не все имеют возможность путешествовать, да, так часто и так много по ней. И понятно, что там то, что мы видим, такая хорошая проекция, когда мы вам показываем там очередное открытие медицинского центра и прочего, прочего, прочего. Вот насколько эта телевизионная картинка соответствует действительности? Телевизионная картинка, конечно, вообще нифига не соответствует. Я для себя определил три способа, точнее три принципа, по которым столичные журналисты рассказывают о проминциальной жизни. Три основных сюжета. Это либо визит первого лица, то есть Путин приехал, тогда мы расскажем о том, как дела там в Сургуте. Второй сюжет – это какая-либо катастрофа, то есть там что-нибудь взорвалось. Какие-нибудь поезда сошли с рельсов, что-нибудь сгорело, тогда тоже рассказывают о провинции. Третий тип сюжета – это чудики. То есть какой-нибудь человек выгравировал слово о полку Игореве на рисовом зерне, и тогда мы об этом расскажем. А о том, как реально живет провинция и чем она живет, по столичным СМИ, ну, понять невозможно. Россия живет очень разно. Россия живет, по большому счету, дискомфортно. Есть, скажем так, города точки роста, вот как, например, ваш Сургут, но по большому счету вся Россия убита и разваливается, и деградирует, и нищает, и упрощается. И это очень печальное зрелище. Но есть города, которые продвигаются вперед. Вот Тюмень продвигается вперед, Екатеринбург очень мощно продвигается вперед, Новосибирск продвигается вперед, Казань продвигается вперед. А вот, например… Что? Это не Россия, по-моему? Нет, это как раз Россия. Нет, а основная Россия какая? Ну, в России разная. В Татарстане Россия одна, в Якутии другая. С вашей зрели, какая Россия? Что-то провинциальная или вот в этих точках роста? Я считаю, что настоящая Россия в больших городах, которые развиваются. Вот та Россия, на которую можно опереться и за которой будущее. Если есть за Россией будущее, то она вот за такими точками роста. Не за убитой провинцией и не за столицей. Алексей, а можете, пожалуйста, рассказать немножко подробнее о проекте Табул? Он интересен вам чем? С удовольствием. Табул – это, в первую очередь, это восьмисерийный художественный фильм, сериал. Вообще сейчас в кино самый продвинутый формат киношного продукта – это сериал. То есть режиссеры, которые хотят вести со зрителями долгий обстоятельный диалог, во всеоружие средств художественной выразительности, вот те режиссеры уходят в сериалы. Я думаю, что вы и сами видели самые известные сериалы. Подпольная империя, во все тяжкие, карточный домик. Вот это высшие и лучшие образцы вот этого самого драматического сериала, главного жанра киношного продукта современности. И мы решили делать фильм о Сибири как раз вот в этом жанре драматического сериала. И в качестве темы мы выбрали времена петровских преобразований в Сибири, то есть в первую очередь Тобольск, Тюмень, ну и в частности вот Сургут. То есть это времена Семена Ремезова, митрополита Филофея, который там ездил по северным рекам и крестил народцев в огромных количествах. Вот зодчий Семен Ремезов там достраивал Тобольский Кремль, чертил карты. Вот губернатор Гагарин преобразовывал Сибирь, выстраивал государство. Правда, это государство было сплошь коррумпированным. Это была чудовищная мафия, которую он выстрелил. Но тем не менее, это была мафия в формате государства. И губернатор Гагарин за это поплатился, был повешен. Кроме того, это жутко интересное время, потому что в это время в Сибири были шведы пленные, попавшие сюда после полтавского поражения. Их было несколько тысяч, и они оказали огромное влияние на историю Сибири. Они вообще везде проникли, они во всем участвовали. И когда в 1722 году они вернулись к себе в Швецию, там чуть ли не каждый второй швед написал книгу про то, как он мучился в Сибири. Вот, и что тут с ним приключалось. Вот, они все вообще писали книги. Там при митрополитии Филофея Ирищинского, например, был ссыльный поляк Григорий Новицкий. Он написал первую книгу об Остяках, сказания о народе Остяцком. Вот, Филофей написал книгу, ну, Ремезов, разумеется, писал книги. И они все очень много писали и рассказывали о том, что они делают. Вот, кроме шведов, которые здесь были повсюду. Кстати, вот среди шведов, например, самый известный – это Иоганн Филипп фон Страленберг. Это ученый, который тоже написал книгу о Сибири. Вот он, в конце концов, видимо, так замучился в Тобольской ссылке, что махнул на все рукой и поехал в научную экспедицию в Красноярск. Вот он, например, открыл знаменитые наскальные рисунки «Томские писаницы». Вот он выдвинул идею, которая жива до сих пор, о том, что древняя страна викингов, Биармия, она находилась на Аби. Вот это ему было нужно из политических соображений, чтобы подсказать Европе дорогу для торговли с Китаем. Ну, и на этом деле подзаработать. Но, тем не менее, вот он выдумал такую теорию, которая до сих пор имеет своих сторонников. Кроме шведов, которые вот везде были, здесь были бухарцы, которые торговали со Средней Азией. Это было особое торговое сословие, которое пользовалось всякими преимуществами. То есть это, ну, скажем так, евреи 18 века были. Вот они тоже везде путешествовали, вот и немало подвигов совершили. Здесь вообще было смешение народов. Были джунгары, были китайцы, были местные народцы, те же самые ханты, манси. То есть представьте, где можно еще вообразить себе сражения, в которые с одной стороны сражались бы шведы, а с другой стороны калмыки. Вот это, пользуясь словами Селлинджера, парижско-китайская граница. В Сибири вот это было. И вот этот котел народов, вот это смешение религий и православие, и ислам, и буддизм, и языческие культы. Это все дает очень яркую картинку, дает возможность сочинять огромное количество интереснейших сюжетов. Вот я надеюсь, что это будет замечательный фильм, который переменит в России мнение о Сибири. Потому что, ну что, например, москвичи думают о Сибири? Ну, какая-то угрюмая страна, где стояли какие-то деревянные крепости никому не нужные, где жили какие-то полупьяные бородатые мужики, которые собирали с местных жителей песцовые шкурки. Вот, собственно говоря, и все, что происходило. На самом деле событий было огромное количество, все они были интереснейшие. Вот, ну и кроме этого фильма, я еще напишу роман Табол, и еще у меня выйдет научно, ну не научно популярная, а такая нон-фикшн книга об этих же временах, точнее о временах от Ермака до Петра Первого в Сибири. Вот, собственно говоря, собирая материал уже для этой нон-фикшн книги, я и приехал сюда, в Сургут. Ух, такой длинный монолог зарядил. А политикой увлекаетесь, это интересуетесь политично своими? Политикой я не то, что увлекаюсь, но я, разумеется, интересуюсь. То есть я не в стороне от всех этих событий. Но комментировать это я не буду. Я считаю, что мое мнение это кухонное мнение, и я его буду высказывать только на своей кухне. А участвовать вот в каких-то обсуждениях, там, кто прав, кто виноват в нынешней системе, мне кажется, это только лить воду на мельницу раздора. Мне вообще представляется, что уже хватит об этом говорить. Как говорил Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан, заткни его. В данном случае, мне кажется, уже пора всем заткнуть фонтаны. И так уже докатилось. Роман о политической жизни современной России я писать не буду. В современной политике слишком много лжи и демагогии, мне об этом писать не интересно. А вообще о современной жизни, да, наверное, еще что-нибудь буду писать. У меня только что вышел роман о современной жизни, называется он «Ненастия». То есть я пока из современности снова ухожу в историю, а потом, наверное, обратно вернусь к современности. А как вы думаете, вот там, кто же проект Аблоу, для кого он может быть интересен? Потому что вот вы же сами говорите про то, что там жителям столицы, ну, не шибко интересно, а про то, что делается здесь, да. И вот, скажем, получается, что там это может быть интересно тем, кто географически здесь, на кого же он здесь живет. Этот проект будет интересен всем. Вот это априори, это безусловно. Вообще нету неинтересных историй, а есть неинтересные рассказы об истории. То есть интерес к истории – это проблема речи, а не факта. Потому что чаще всего рассказывать неинтересно или не то, что надо. Вот то, что расскажем мы, это безусловно будет интересно всем. К этому сериалу уже проявил, например, интерес первый канал. Скажем, недавно у меня вышла книга, нон-фикшн-книга «Елбург» о 90-х годах в Екатеринбурге. О том, как советский город Свердловск превратился в современный Екатеринбург. Вот, когда я об этой книге договаривался с издательством, издательство сказало, да ну, че там, какой-то там Екатеринбург, нафиг надо, ну, издадим там тиражом 3 тысячи, там и слава богу. Сейчас эта книга продана тиражом 50 тысяч, она по рейтингам журнала Forbes, по продажам опережает книги Познера, Ходорковского и Парфенова. То есть, стоит рассказать историю интересной, и она будет интересна всем. Вне зависимости от того, Екатеринбург, ты там, москвич, тюменец. А рассказать интересно мы сумеем, я в этом не сомневаюсь. Можно по вашим книгам задать вопрос, почему-то нет на этих книгах вопросов. Считаете ли вы, что ваши книги, они предназначены для людей разных возрастов? Если представить, например, молодого человека, который еще не знаком с вашим творчеством, могли бы вы установить, ну, ваше мнение, некое последовательное, в которое необходимо читать ваши большие художественные ароматы? Возрастную последовательность вы имеете в виду? Да, в том числе и в этой книге. Ну, я никогда так не выстраивал. Вообще, я пишу для взрослых, там, не для детей, не для подростков. Вот, ну, если так по возрасту, то уж, не знаю, как-то это немножко нелепо звучит, ну, пусть, там, 18 лет надо читать роман «Общага на крови», там, в 23 года надо читать географ «Глобус пропил», там, в 27 «Блудри мудо», а дальше можно все остальные. А вот как вам сейчас удается, вы же, получается, ну, немножечко перевоплотились, вы теперь не просто писатель, вы еще и сценарист, это же, ну, несколько другое, те письма и, ну, вообще, подход, да? А вы тоже не имеете, там, профессионального образования, как-то интуитивно пытаетесь это сделать, или, не знаю, изучаете какой-то опыт, и на основе, там, какой-то технологии? Ну, я и писателей не имею профессионального образования. Я поступаю так, как, в принципе, и должен поступать. Я учусь у мастеров. То есть, вот, например, я пересмотрел все фильмы, все сериалы, которые получили премию «Эмми», для того, чтобы понять, как устроен сериал, как надо писать сценарий. И когда я, например, писал сценарий для фильма «Хребет России», я просто секундомером сидел и смотрел, как вот устроены документальные фильмы, чтобы можно было рассказывать интересно. Просто вот так вот изучаешь, так сказать, высшие образцы жанра, вот, и стараешься сделать не хуже. Мне кажется, единственный правильный путь набора профессионализма – это вот учиться у мастеров. А какой-то там теоретический курс – это все мало реально. Я встречал огромное количество учебников, например, «Как написать сценарий». Поначалу я даже сам читал такие учебники. Да, ну, ничего это не дает ни уму, ни сердцу. Тому, кто пишет такие учебники, да, это дает возможность заработать. Человеку, который читает, дает некую уверенность в своих силах. Но мастерства это не прибавляет. Все равно мастерство – это соотнесение своего продукта с продуктами других мастеров. А был ли Парфенов в списке тех мастеров, и как вы с ним работали? Парфенов, безусловно, был в списке этих мастеров. Как мы с ним работали? Вообще, фильм «Хребет России» – это не фильм Леонида Парфенова, а это фильм мой. Потому что этот фильм полностью придумал я, ну, не Леонид же Парфенов, загорелся желанием рассказать России об Урале. Вот, мой продюсерский центр изыскал деньги на этот фильм, а деньги были просто гигантские. Фильм этот стоил больше двух миллионов долларов. Миллион долларов дал Анатолий Борисович Чубайс, то есть РАО ЕС, который он тогда возглавлял. А еще миллион мой продюсерский центр изыскивал по другим местам, в том числе, например, у корпорации «Уралкалий». И вот, когда мы эти деньги подгребли под себя, мы стали думать, кого, значит, нам пригласить для реализации этого проекта. Мы перебрали несколько съемочных команд, там, из Перми. В то время мы еще в Перми жили из Екатеринбурга, вот, и нам никто не понравился. И Парфенова поначалу приглашать мы не хотели. Но когда мы увидели, что никто не сделает так же хорошо, как он, или лучше его, тогда уже мы обратились к Леониду Парфенову, и он у нас уже работал как наемный работник вместе со своей студией на Мене. Вот, но все, что он говорит, и даже как он шутит с экрана, эти шутки специально придумывал я в стиле Парфенова, потому что я понимал, что зритель будет ждать от Парфенова парфеновских примочек, зритель эти примочки и получил. Но их придумывал я. Вот, и когда этот фильм был готов, мой же продюсерский центр продвинул его на Первый канал. То есть Леонид Парфенов полностью наемный работник. Леонид Парфенов видел на свете все. Вот, и Урал на него не произвел особенного впечатления. Но как профессионал высшего разряда, он изображает огромный интерес к тому, о чем рассказывает. Но это тоже правильно. Вопрос, каково в вашей жизни соотношение, потраченное на чтение, телевизор и общение? И второй вопрос, время потраченное на нахождение в поднимотчестве и в коллективе? Я не делал таких статистических выкладок. Я сам за собой секундомером не слежу. Я не могу ответить на ваш вопрос. Вы больше читаете, смотрите или общаетесь? Ну, скорее всего, больше читаю. Потом на втором месте смотрю, на третьем общаюсь. А по нахождению в одиночестве или коллективе? Ну, наверное, одиночество все-таки. Но я как-то не раскладывал свою жизнь. Где у вас рабочее место находится? Где вы пишете? Это в вашем продюсерском центре или это дома? Ваш рабочий стол где? Мой рабочий стол, безусловно, дома. А дом у меня сейчас такой размазанный. Между Екатеринбургом и заграницей. Какой заграницей? Чехии. Почему не на Чехии? Не знаю, какая-то она очень приятная, климат хороший. Кроме того, Чехия это такое сочетание с одной стороны Европа, а с другой стороны что-то славянская. Ну и гладшафт мне там нравится. Скажите, пожалуйста, для последнего романа вот эту вот натуру Афганистана, это в принципе те, то что не прочитаешь в книгах, где вы брали вот эти факты? Вы имеете в виду сугубо афганскую фактуру, да? Я разговаривал с афганцами, я читал их воспоминания, которые либо опубликованы в книгах, например, Светлана Алексеевича «Цинковые мальчики», либо то, что сами афганцы пишут о себе и выкладывают в интернете. Оказывается, существует множество сайтов, где они вот свои тексты, свои воспоминания выкладывают. Я все это дело читал, читал стихи, которые они писали, там, слушал их песни. Вот, и вот такая картинка Афганистана и получилась. А какую-то от них обратную связь получили по роману Нинасти? Роман вышел чуть месяц небольшим, еще просто не успел. Тем более, ну, что афганцы, это же не самая интеллектуальная послойка нашего общества. Они не так уже быстро прочитают этот роман. Скорее всего, конечно, будут ругаться. Будут ругаться, будут орать, даже что все было не так. Но это происходит всегда. Вот когда я написал роман «Общага на крови», я получил, я его написал, разумеется, по своим впечатлениям о жизни в «Общаге», я получил огромное количество недовольства, что, дескать, я жил в «Общаге», все было не так. Ну, у кого-то так, у кого-то не так. Это естественно, когда люди не согласны, но печально, когда согласные молчат. Алексей, а самый мистический случай творчества разгорения? И второй вопрос, пишите ли вы стихи? Творческого озарения? Да я уже даже как-то не припоминаю творческих озарений, потому что я уже 13 лет работаю как профессионал. Но у меня есть правила и вообще традиция, привычка. Если у меня что-то не увязывается, я просто хожу. Как ни странно, когда я думаю, пытаясь решить какую-нибудь задачу, если я при этом хожу, то я ее решаю. Но я перед этим, конечно, формулирую, что мне надо придумать и с какой ситуацией мне надо вывести своих героев. А как известно, хорошо сформулированный вопрос – это уже половина ответа. Но для того, чтобы найти эту вторую половину, я хожу. А какой у вас второй вопрос был? Стихи я не пишу, не знаю, к сожалению или к счастью. Я в своей жизни написал всего 3 или 4 стихотворения. Почти все они приведены в романе Георглава Глобус-Пропил в качестве стихов моего героя Виктора Слушкина. А что касается фильма, вы какое-то участие принимали и понравилось ли вам? Фильм мне очень понравился, но в его создании я никакого участия не принимал. Ну, чуть-чуть натуру показал, но больше никак не участвовал. Я считаю, что если автор доверяет режиссеру, то он не будет у него вертеться под ногами, хватать его за полу пиджака, объяснять ему, как надо снимать. Вот он предоставит ему свободу действия. Я предоставил ему свободу действия, ну и получилось то, что получилось. Мне фильм очень понравился. Я понимаю, что он не совсем по роману. Он во многих отношениях ушел от романа в другую сторону. Кроме того, искусство кино всегда более простое, чем литература. И экранизация – это всегда упрощение, это всегда путь определенных потерь. Но в данном случае, да и вообще в любом случае, надо судить по конечному итогу. Если фильм получился хороший, значит, это хорошая экранизация. Если фильм получился плохой, значит, это плохая экранизация. Даже если фильм строго следует по сюжету, и все, что есть в романе, перенесено на экран. В данном случае, в случае фильма Берединского, я считаю, что это хорошая экранизация. И очень хороший фильм. А Хабенский вам понравился? Да, и Хабенский мне, безусловно, тоже очень понравился. Похож на вас? На меня? Ну, не, на меня он не особенно похож. Но, кстати, вот в фильме он ходит в кепке и снимался в кепке. А Хабенский вообще раньше кепки-то не носил. А кепки носил я. Но Хабенскому так понравилось в кепке, что он с тех пор очень часто появляется в кепке. И даже ту кепку, в которой он снимался в фильме, он продал там за какие-то бешеные деньги. А деньги направил в какой-то благотворительный фонд. Вот мне очень понравилось, как Константин Хабенский сыграл. Когда мы еще обсуждали этот фильм, у нас было две кандидатуры главного артиста на главную роль. Либо Евгений Миронов, либо Константин Хабенский. Я уже совсем думал, что будет Миронов. Но когда я увидел, как играет Хабенский, я понял, что Хабенский все-таки лучше. Не потому, что он лучший актер, нежели Миронов. А потому, что если бы играл Миронов, то он играл бы такого вот интеллектуала. Такого человека, который ведет странный образ жизни. Потому что у него в голове есть какая-то теория. И он поступает в соответствии с этой теорией. То есть он играл бы от ума. А Хабенский он играет от сердца. И зритель Хабенского в первую очередь любит. А только во вторую очередь понимает. А для фильма это важнее, чем понимать. Вот такое сердечное соучастие, эмоциональное, оно для кино важнее интеллектуального. И Хабенский в данном случае лучшая кандидатура, нежели Миронов. Скажите, пожалуйста, не было ли у вас намерения или может быть желания самостоятельно снять фильм, имя художественной, по своему роману? Нет, никогда не было. Я понимаю, что я, например, смотрел, как снимали «Географа». Я был на съемках. Мне хотелось быть и режиссером, и оператором, и все роли сыграть. Но это уже так, просто зависть. На самом деле мне никогда не хотелось быть кинорежиссером. Никогда я не видел себя в этой роли. И вообще, скажем, деятельность кинорежиссера мне не очень интересна. Вот когда снимали фильм «Царь» по моему сценарию, мы вот с Юлей ездили на съемки этого фильма, но я уже на третий день прокис. Мне уже скучно стало все это, камера, мотор, все это повторение эпизодов и так далее. Вот это не мое. Хотя, например, вот в роли режиссера документального фильма вроде «Хребет России» мне было бы интересно себя попробовать. Но я никогда не полезу на эту должность. Я понимаю, что этим должны заниматься профессионалы. А вот вы приезжаете на съемки, вы так хотите или у вас приглашают консультации? Не для консультации, просто так. Но всегда меня приглашают, я никогда не напрашиваюсь. Мне почему-то неинтересно, как делается кино. А экранизация не на сне будет? Планируется? Ну, еще пока рано об этом говорить. Вообще, в принципе... Это был отличный фильм. Прочитал, вам очень понравился. Спасибо. Афганцам, которые должны со мной работать, и тоже согласились с этим, что вы описали. Вот первый отзыв от афганцев. Причем были не трезвые ребята, все как бы о душе говорили, как... Прекрасно, спасибо. Когда работали уже над новыми романами, зная, что они, возможно, будут экранизированы, вы учитываете возможности экранизации? Делаете какие-то ходы уже киношные наперед? Или строго пишите роман по своему плану, задумываясь, будет ли экранизация? Ну, что тут кривить душой? Конечно, задумываешься об экранизации. Вообще, для писателя экранизация – это как для девушки уйти замуж. Всегда хочется, чтобы все было экранизировано. И это вообще большое счастье для писателя – получить экранизацию. Но я никогда не пишу в расчете на экранизацию по двум причинам. Первая причина – режиссер все равно все переделает. И на него не угодишь. А вторая причина – я и так пишу достаточно ярко, потому что мне нравятся действия экшена, мне нравится картинка, я очень люблю фактуру, а это как раз то самое кинематографическое мясо, которое всегда требуется режиссеру или продюсеру для того, чтобы купить права. А мне это самому реально интересно. Я по образованию искусствовед, то есть я всегда обижу картинкой. – Алексей, сейчас есть разный формат, познакомьтесь с книгой. Печатное издание, аудио, муж слушает аудиокниги ваши, я читаю. А есть еще вариант прочести в компьютере. Вот вы как аудио предпочитаете? И если аудио, чей голос предпочитаете, чтобы он читал ваши произведения? – Да я как-то насчет голоса даже и не задумывался. Сам я всегда читаю на бумаге. На компьютере мне тяжело читать, сидеть все время в одной позе. На бумаге мне удобнее. Ну и вообще, в конце концов, мне нравится само чтение книги. То есть мне нравится книга как вещь. К аудиокнигам я отношусь очень хорошо. Сейчас идет конкуренция за время. Аудиокниги, они как раз попадают туда, на свободное время, когда человек не может держать книгу в руках, но согласен воспринимать текст. Поэтому аудиокниги – это очень правильно. Так и должно быть. У меня три произведения официальной аудиокниги, еще три, по-моему, пиратские аудиокниги. Мне не всегда нравится, как читают профессиональные чтецы, хотя публика, как я смотрел на сайтах, их хвалит. Вот, например, когда мои исторические романы об Урале озвучивали, мне не понравилось, что там начинается, знаете, какой-то Павел Бажов, когда все говорят там «Окая», вот как-то так размеренно, по-старинному. Поэтому я предпочитаю, чтобы мои герои говорили современным языком, во всяком случае в современном темпе и современными интонациями. Вот. Но артисты, которые читают, считают, что вот надо так. В данном случае я с ними не согласен. Алексей, скажите, вам интересно современное искусство, и как вы относитесь к перформансам, к акционному искусству, которые вызывают резонанс в последнее время? Да я как-то к нему равнодушен. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Есть, но, слава богу. Кому-то нравится, но на вкус и цвет товарищей нет. Я не вижу в этом, скажем так, собственное искусство. Я вижу более-менее профессиональное самовыражение. А диалога с рецепиентом, что ли, с тем, кто воспринимает, по-моему, не случается. Кроме того, современное искусство – это всегда способ предстать художником для того, кто не имеет таланта или способности. В современном искусстве сложно определить, действительно это талантливый или нет. Это не мое мнение, это реальная проблема современного искусства. Вообще у современного искусства, например, у менеджеров, которыми им занимаются профессионально, у них нет никаких критериев для того, чтобы даже самим для себя понять, вот это произведение или не произведение. Я даже вспоминаю историю про то, как в музее современного искусства какая-то посетительница уронила перчатку. И эта перчатка три дня лежала около стены. Ее зрители обходили, думали, что это такое произведение. Перчатка, лежащая на полу. То есть у менеджеров, у них нет критериев для того, чтобы определить, произведение это или нет, и насколько оно ценно. И они пользуются самым тупым и примитивным критерием, который называется выставочная история. То есть чем больше произведение экспонировалось в разных музеях, тем выше его цена, и оно значительнее по значению. Простите за тавтологию. Вот ни у одного у меня проблемы с современным искусством. А как Вы оцениваете усилия пермских властей на почве именно современного искусства как-то преобразить жизнь в городе, сделать ее интереснее, насыщеннее? Это попытка удалась? Ну, я давно не живу в Перми, чтобы уж судить так во всех подробностях. Но я могу сказать, что такой попытки не было. О том, что там было, люди судят по прессе, а прессу московских журналистов завозили чартерными рейсами за деньги госбюджета. Ну, именно в таком ключе ее подавал Гельман. Это усилие на то, чтобы серый провинциальный город Пермь сделать более привлекательным для собственных жителей, потому что слишком очевиден стал отток оттуда молодых людей. После Гельмана отток стал еще больше. Просто вот то, что Вы говорите, это демагогия, которой был окружен этот проект. А суть этого проекта – распил государственных средств. Вот было распилено больше двух миллиардов рублей. Просто вот на культурке. Вот и все это было прикрыто гастролями московских художников, артистов и так далее. Как только кончились деньги, кончились все миссии. На самом деле плохого-то мало, потому что туда приезжали, например, качественные музыканты, которые мы в Сургут не можем себе привезти. Ну, потому что даже нефтяной Сургут не платит таких денег, которые платили там. Деньги были взяты из областного бюджета, и местная культура лишилась этих денег. Ну, мне как бы, что об этом говорить? Во-первых, это было давно, а во-вторых, я уже как-то отошел от всех этих вопросов. Можно еще спросить, а какое Ваше отношение к литературным премиям многочисленным? Важна ли эта соревновательность в мире литературы? Соревновательность? Вот Вы хорошо сказали насчет соревновательности. Я не знаю, важна ли она для литературы, на пользу она или во вред. Но вообще, в принципе, институт премии – это дело хорошее, и это дело правильное. Другое дело, что у нас в стране литературные премии раздает московская тусовка и раздает по трем принципам. То есть премии получают либо те, кто в тусовке, либо те, кто лоялен тусовке, либо, скажем так, фигуры компромисса. Никакой другой человек со стороны литературную премию не получит. У нас в стране три главных литературных премии. Это «Большая книга», «Самая большая и самая главная премия», «Букер» и «Национальный бестселлер». Неважно, по какому принципу дали эти премии, но чаще, скорее всего, дали произведению достойному, которое можно читать. Ну, дали и хорошо. Вас можно назвать литературным тяжеловесом. Если книга Иванова, значит, это такой весистый тон. Это ваша принципиальная позиция? Есть в этом какой-то прагматический замысел? Почему? Это просто мой любимый формат. Я вообще считаю, что труднее всего писать кратко. Написать толстый роман достаточно легко. Написать небольшую повесть сложно, во всяком случае, для меня. Ну, как известно, там кратко, сестра таланта. Для меня жанр рассказа – это недостижимая высота. Я не могу писать рассказы. Я могу писать только романы, в лучшем случае повести. А насчет прагматичности вы что имеете в виду? Ну, про экранизацию сразу там, чтобы экшен, сюжет, развинка, для любящих героев. Ну, про экранизацию я уже говорил. Экранизации. До экранизации доходит очень небольшое количество произведений. А для писателей, вот, скажем так, открою секреты писательской кухни, продажа прав на экранизации – это одна из форм достойного заработка. И писатель продает гораздо больше прав на экранизацию, нежели бывает экранизации. У меня, например, проданы права на все мои произведения, но это же не значит, что все они будут экранизированы. Ну, и у тех писателей, которые в топе, скорее всего, тоже много что продано, но это вовсе не значит, что будет фильм. Почему-то киношники охотно покупают права. Ну, и слава богу. Вот журналистам, которые работают в печатных СМИ, им платят, ну, есть такая система права труда, за количество знаков вам платят, за объем, за книгу? Нет, сейчас такого не бывает. Это в советские времена платили за листаж. Чем длиннее написал, тем больше заработал. Сейчас ничего подобного. Сейчас вообще писать маленькое произведение гораздо выгоднее, чем писать большое, потому что маленькое и пишешь быстрее. А для тех, для кого это не проблема, вот, и усилий меньше тратится. Вот, а автор получает уже по факту книги. И неважно, какого объема это будет книга. Там 200 страниц или там 800. Вот. А платят писателю в первую очередь за статус. Вот. Мне платят очень много. Скажу без ложной скромности. А еще про монетизацию. Если у вас кормилица, какая пишет у вас скромность? Меня кормят все книги, потому что у меня нет ни одной неуспешной книги. Даже огромная, там, роскошная книга «Горнозаводская цивилизация», которая стоит 1800 рублей, и то она два издания выдержала. Вот. Хотя, ну, такие книги, разумеется, они не будут уходить, как горячие пирожки. Вот. Меня кормят все книги. Со всех книг я получаю процент, роялти. Ну, конечно, больше всего кормят самые известные произведения. Ну, это всегда, так сказать, хиты. Ну, это «Сердце Пармы», это «Золото Бунта», «Блуды и Мудо» и «Географ Глобус Пропил». Алексей, вот, прилетельно называют новым горьким. А вы себя ощущаете новым кем-то? И вообще ощущаете нить какой-то русской литературной традиции с кем-то из наших антропилей? Классно. Я, безусловно, работаю, скажем так, в традиционном тренде. Хотя я не традиционалист, и там, не почвенник, и не краевед, и не писатель-деревенщик. Вот. Но я предпочитаю традиции, традиции классического русского реалистического романа. На мой взгляд, написать произведение такое модернистское, ну, это не так и сложно. Написать реалистическое произведение гораздо сложнее. То есть реализм – это самый трудный жанр и самый трудный способ отражения действительности. Вот. Но, знаете, меня кем только не называли. Меня называли вторым Бажовым, вторым Лемом, вторым Юрием Ковалевым, вторыми Стругацкими, вторым Сорокиным, вторым Набоковым. В общем, журналисты изощрялись как только могли. Но на самом деле я ничей не второй, я сам свой собственный первый. Если представить, что вот пройдет 20, 30, 40 лет, как вы могли бы охарактеризовать то, вот этот период русской литературы, как вы считаете, вот ваши произведения и какие произведения войдут в учебники школьной литературы? Я не знаю насчет других произведений, потому что я же не очень силен в современной литературе. Мои-то произведения в учебники школьной литературы не войдут сто пудов, потому что я не пишу для школы. Вот. Но я могу похвастаться, что мои произведения входят в курс обязательного чтения современной литературы для вузов. Для живущего писателя выше признания просто быть не может. То есть, ну, можно сказать, что я уже вошел в учебники. То есть, мне уже нечего желать. А что из нынешней литературы войдет, там, через 20-30 лет, я не могу сказать. А вдруг там через 5 лет появится такой шедевр, который там, безусловно, войдет. Как я буду делать прогнозы сейчас? Да и вообще, может быть, через 30 лет будут учебники совершенно по иному принципу формировать. Я не знаю, не могу ответить на Ваши вопросы. А просто вот если, ну, очень условно, был там золотой литературе, там был серебряный литературе. Вот то, что происходит сейчас в русской литературе, это что? Ну, сейчас особое время, потому что тогда, когда были там золотые и серебряные века, все-таки у нас литература была главным из искусств. Сейчас она просто вербальная основа культуры. А тогда она была главным из искусств. Сейчас литература перестала быть главным из искусств. Главным стало кино. А сейчас на смену кино идут все вот эти компьютерные технологии. Но проблема литературы не в том, что она перестала быть главным из искусств. Проблема литературы в том, что не бывает литературы в безвоздушном пространстве. Литература – это всегда функция от культуры эпохи, функция от своего времени. То есть производная от своего времени. Если общество не осознает проблемы, которые стоят перед ним, то и не может быть сюжета, который обыгрывал бы эти проблемы. И проблема нынешней литературы – это как раз отсутствие сюжета. Сюжет автор все равно не выдумывает сам. Сюжеты как-то рождаются из понимания жизни. А вот такого понимания в нашем обществе, к сожалению, нет. И поэтому современная литература талантливая, яркая, динамичная, но тем не менее она как бы слегка компьютерная. То есть при отсутствии сюжета в современной литературе есть драматургия, но нет драмы. То есть как в компьютерной игре. Вот представьте, что вы бежите, например, играете в компьютерную игрушку по какой-нибудь космической станции, бежите с бластером, стреляете в всяких монстров. Тут вы за угол завернули, тут вы спрятались, там на вас напали, тут вас ранили. То есть драматургия сногсшибательная, а драмы нет. Вот проблема литературы в том, что драматургия есть, а драмы нет. То есть нет сюжета, нет понимания конфликта. Вот это и есть проблема современной литературы. Вам было бы интересно выдумать сюжет для компьютерной игры? Я и выдумывал сюжет для компьютерной игры, поскольку я многостаночник. У меня была разработка сюжета для компьютерной игры по моему роману «Золото бунта». Это были такие старинные гонки на барках по реке. Там куча уже всяких придумок было, я уже их точно все не вспомню. И даже какая-то компания купила у меня права на этот сюжет для компьютерной игры. Но куда-то компания свалила или сдохла, не знаю. В общем, все это как-то пропало во тьме пустой. Что стало со сценарием фильма о своении взрыва? В одном интервью говорили о том, что учел такой сценарий, но ховарился. Этот проект пока заморожен. Увы, финансирование. А кто купил? А можно я не буду говорить? А я догадываюсь. Но у меня просто есть обязательства, скажем так, не разглашать эти факты. Я по договору не имею права об этом говорить. Скажите, пожалуйста, все-таки вопрос на грани откровенности. Для писателя очень важно чувство малой родины. И когда вы пишете, чувствуется, что у вас есть все-таки архетип, какой-то родной, скажем, для угарского человека, для сибирского человека. Вот вы хотели бы, чтобы ваши дети испытывали чувство малой родины и какой вот источник для них здесь такого чувства? Я хотел бы, но чувство малой родины, оно порождается судьбой человека. Мое чувство малой родины порождено моей собственной биографией, когда я долго жил, долго путешествовал, зарабатывал тем, что я знаю свой край. Я же работал гидом-проводником. Я бы не хотел, чтобы моя дочь работала так же, как я. Если это приведет к тому, что у нее не будет чувства малой родины, ну ладно. Но тем не менее, проходить путь таких заработков, я не хотел бы, чтобы она проходила путь таких заработков. Скажите, а что бы вы посоветовали молодому начинающему писателю? Я бы посоветовал писать. Писать много, старательно. Посоветовал бы писать о том, о чем этот человек знает. Посоветовал бы ему не цепляться за свои тексты. То есть, вот написал что-нибудь, ну, разумеется, куда-нибудь послал. Не взяли, не издали. Не надо суетиться, не надо пристраивать куда-нибудь. Надо отпустить это произведение и писать новое. Я сам написал, не знаю, штук 20, наверное, фантастических повестей. В конце концов, опубликовали из них четыре. Но это как раз вот те четыре, за которые мне не стыдно. Вообще, к такой точке зрения, меня привел редактор отдела фантастики журнала «Уральский следопыт» Виталий Иванович Бугров, у которого я околачивался, пока жил в Екатеринбурге, и когда хотел стать писателем. Я, значит, сидел в отделе фантастики этого журнала, подрабатывал волонтером, писал собственные повести и приносил их Виталию Ивановичу. И Виталий Иванович поступал со мной достаточно жестоко. Он эти повести не читал. То есть, вот я напишу, принесу ему, жду неделю его мнения, жду две недели, жду четыре, жду два месяца. Разумеется, все это время я пересмысляю свое произведение, вспоминаю его, думаю, правильно я написал или неправильно, хорошо или плохо. В конце концов, я приходил к выводу, что я написал плохо и забирал у него это произведение. И вот так я ему принес, наверное, штук восемь повестей. Вот из них шесть я забрал, так и не дождавшись, чтобы он прочитал. Две повести я у него забирать не стал. И он эти повести опубликовал. Вот так вот он меня учил быть самому себе судьей, самому себе учителем. Ну а для того, чтобы быть самому себе судьей и учителем, надо все-таки много писать. А вы пишете ручкой на листке или сразу на компьютер? Нет, я давно уже работаю на компьютере. Вы вчера были в Крыльевском музее. И, возможно, вам там сказали, что сын Виталий Ивановича, Бугровов-историк, да, один из авторов, точнее даже, по-моему, руководитель авторского коллектива, который написал первую большую, хорошую книгу о свободе, посвященную 400-летию. Мне подарили эту книгу, да. Да, это и да. Мне очень приятно. Возможно, такой феномен, как, допустим, в музыке Петр Навич, который там стал популярным благодаря тому, что выложил свой клик первый в интернет, и это понравилось миллионам, и вот он теперь весьма опузнаваем. Вот такой путь для писателя. Реально можно ли там найти какой-то там сайт, не сайт, который способен сделать то же самое? Да. Вообще, да. Есть такие писатели, которые, ну, самореализовались благодаря какому-либо сайту или просто своим постам в ЖЖ, например, Слава Сын. Вот такое возможно. Ну, в жизни вообще все возможно. Так что это вполне легитимный путь. Кроме этого пути, есть возможность публиковаться на прозеру, есть возможность участвовать в всяких семинарах и премиях для молодых авторов. Сейчас как-то с этим стало полегче, хотя, может быть, полегче чисто в формальном смысле. Мне лично, например, кажется, что вот как все делалось по блату, так и делается до сих пор. Даже если вы опубликовали свой текст в сети, пока вас не заметит кто-то из критиков и не порекомендует, то ваше произведение так в сети и останется, не будет издана книгой. Ну вот, например, у Ирины Денишкиной, да, критик заметил ее тексты, порекомендовал, они были изданы книгой, да, и мне. И эта книга чуть не получила национальный бестселлер. Но дальше Ирина Денишкина исчезла нигде, потому что ей, в общем, нечего было сказать, и ее успех был случайным. Но, тем не менее, успех был. То есть интернет дает возможность стать писателем. А у нас еще писатели наносят большой ущерб. Вы как относитесь к пиратству, потому что появляются в интернете ваши, вот вы сказали, аудиокниги, да, пиратские? Ваши тексты появляются. Ваше отношение к этому спокойное, или вы ведете к этих книг какую-то аудиокнигу? Вы имеете в виду мое отношение к интернету вообще, или к пиратству? К интеллектуальной сутки. К пиратству я отношусь очень плохо. Ну, не только потому, что там теряешь деньги из-за пиратов. Просто пиратство, оно не позволяет капитализировать свой труд. Если человек не может капитализировать свой труд, он не может выйти на профессиональный уровень. То есть пиратство, оно лишает общества, лишает культуру профессионалов. И это, скажем так, страшная вещь для культуры. Кроме того, пираты часто пользуются демагогическими высказываниями, мнениями, что мы там распространяем, мы помогаем. Но, тем не менее, одной рукой помогают, другой рукой не убивают. В общем, к пиратству я отношусь плохо. И сам пиратством никогда не занимаюсь. Ничего не качаю с торрентов, предпочитаю покупать лицензионные диски. Не читаю пиратских текстов, текстов, выложенных пиратски в интернете. В свое время я разговаривал с Сергеем Капицей. И Сергей Капица как раз считал, что пиратство – это хорошо. Он был такой социалист в интернете. Он говорил, что, ну, если, например, вы написали песню, выложили ее, и кто-то у вас ее украл, распространяет в интернете. Он же у вас ничего не украл, ваша песня осталась при вас. Но это не совсем правильно. Дело в том, что основа свободы – это частная собственность. Там, где нет частной собственности, никогда не будет гражданских свобод. Поскольку в интернете нет частной собственности, в том числе благодаря пиратам, интернет-пространство – это тоталитарное пространство. И это очень печально. А вы не имеете какой-то связи между разломом пиратства России, все-таки на Западе немножко иной ситуацией, и какими-то коренными такими артистическими чертами русского народа? Ну, я не знаю насчет русского мажора. А по поводу пиратства в интернете я беседовал с издателями. И издатели говорили, что да, действительно, можно навести порядок в интернете, порядок с соблюдением прав, так как это сделано в Европе или в США. Но в таком случае надо будет публично выпороть нескольких пиратов. А если это сделать, то возмутятся все хомячки. А наша власть очень боится возмущения хомячков. И поэтому этого не делает. С 1 мая вступил закон? Ну, хорошо, что этот закон приняли. Но меньше же не стало. Меньше не стало, да. Но есть же когда авторы добровольно оплатывают в интернете. Тут вот как раз в том, на мой взгляд, и беда пиратства. Вот пираты говорят, что мы же у вас не украли, у вас ваше произведение осталось. Дело не в том, что украли они или не украли. Дело в том, что я не давал им право так распоряжаться моим произведением. Вот представьте, вы свою машину поставили на мойку. А мойщик взял и покатался на вашей машине. Потом дарил бензина, потом ее помыл, не причинил вашей машине никакого ущерба. Вы остались при своих. Вы будете довольны таким поведением мойщика? Нет. Просто потому, что вы ему этого не разрешали. Это ваша собственность, а он обращается с ней как к своей. Вот пираты поступают точно так же. И все их слова про распространение информации, про свободу и так далее, это демагогия. Так, мрачно замолчали. У меня не вопрос, у меня благодарность, большое спасибо за юмор в географии. На каждые 10 страниц один такой большой ха-ха-ха, это большой процент для драмы. Спасибо. У вас некоторые произведения издавались или продолжают издаваться под псевдонимами? Это почему? Нет, под псевдонимами я написал всего один роман по соглавце. Написал его под псевдонимом, потому что это опять был для меня новый жанр. Я, меня просто достали журналисты, которые все время говорят, там, Иванов там краевед, Иванов писатель почвенник, Иванов воспевает Урал. Вот думаю, да сколько можно, вот, издам-ка я под псевдонимом, чтобы избавиться от этих клише. Издал я под псевдонимом, но поменял шило на мыло, потому что тотчас же появились другие клише. Молодой начинающий писатель, да мы его поучим романы писать, да у него тут недоварено, тут недожарено, тут у него что-то провисает. В общем, хрен резкий оказался не слаще. Я понял, что, используя псевдоним, от клише я все равно не убегу, просто поменяю одни клише на другие. И дальше я этот роман переиздал уже под своим именем и псевдонимом, и больше не пользовался. Алексей, как подноситесь к литературе такого маргинального толка, там, где есть такой Торшельчокс, ну, вот, Никеев, там, Десад, Майкл Джиро. Вам интересно самому такие книги? И как вам кажется, зачем они нужны? Ну, мне это было интересно, когда я был молодым человеком, и все эти пограничные вещи казались мне привлекательными. Сейчас мне это неинтересно. Но я считаю, что такие произведения должны быть. Они имеют право на существование, имеют право на культурную оценку, на культурную легитимность, и пусть они будут. Но не надо считать их какими-то шедеврами, потому что эпатаж – это не средство художественной выразительности. Эпатаж – это просто эпатаж. Вот, ну, пусть будут. А вы бы хотели написать какой-нибудь роман с кем-нибудь в соавторстве, и если бы хотели, то с кем? Не важно, русский ли это литератор или зарубежный. Нет, я в данном случае человек тоталитарный. Я предпочитаю писать сам и ни с кем не советоваться. С авторства – это не мое. Мне в смысле сценариев часто предлагаются авторства, я от этого всегда отказываюсь. Я так не могу. В географии главный герой высказывает тинейджерам свое мнение. Они достаточно жестокое и справедливое, чего там. Это вот ваша точка зрения на общество современное или нет? Вы людей любите? К людям я отношусь настороженно. Но тут нельзя говорить про отношения к обществу. Вообще, роман «Географ Глобус пропил» я написал 20 лет назад. Соответственно, эти слова были сказаны больше 20 лет назад, и с тех пор я, наверное, поменялся. Но вообще, эти слова были все-таки сказаны конкретным школьникам, а не всему обществу, и сказаны были человекам в сердцах. Все-таки мой герой человек добрый, и несмотря на то, что он бросил им в глаза вот эти гневные упреки и порой даже оскорбления, тем не менее, он относится к ним гораздо мягче и человечнее, нежели это звучит в приплике. И они в конце концов это понимают? Они, конечно, это понимают. Дети, они же хитрые, они понимают без слов. Будем заканчивать. Если вопросов больше нет, давайте поблагодарим Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо.